Двухэтажные кирпичные дома, расположенные на Ольгинской улице, построены в середине прошлого века. Они были предназначены для работников картонажной фабрики как временное жилье. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. В них до сих пор продолжают жить люди. И проблем за это время накопилось очень много. Окна все лопнутые и треснутые. Так что вот невозможно. Да, пожалуйста, просим, чтобы нам поставили. Мы сколько писали, просили, и нас внимания не обращают. У меня угловая квартира вся в плечени. Каждый год делаем ремонт. Организатором встречи жителей домов по Ольгинской улице, заместителем главы администрации Ленинского городского округа Сергеем Манеровым, выступил местный депутат Гаджимурад Гаджимурадов. На собрании также присутствовали представители территориального отдела и сотрудники администрации муниципалитета. Основные вопросы, которые волнуют людей, это содержание домов, состояние подъездов, сырые подвалы и необходимость проведения капитального ремонта. Отдельно здесь люди упомянули как раз проблему с придомовыми территориями. Я думаю, сейчас мы выработаем некий план мероприятий по тому, как нам совместить желания жителей по содержанию этих придомовой территории с правилами, скажем так, содержания территории. Как рассказал Сергей Манеров, в программу капремонта будут включены все подъезды домов. В них произведут замену входных групп, окон и освещение. Со всеми этими вопросами мы сейчас будем, соответственно, принимать меры, решать все эти вопросы. И параллельно мы договорились все-таки, что эти дома мы будем включать в программу капитального ремонта и постараемся, чтобы это было сделано максимально короткие сроки, чтобы уже в 2022 году жители у нас этих домов ощутили, скажем так, всю прелесть проживания в этих домах, если эти дома уже будут качественными. Сейчас подрядная организация проводит ремонт кровли дома номер 46А. Работы планируют завершить через месяц. На данный момент организован строительный городок, завезен материал. На объекте работают шесть человек. Все меры безопасности соблюдаются, то есть каски, жилетки, пояса. Произведен частичный демонтаж кровли, стропильной системы и сразу же монтаж стропильной системы и покрытие. Детская площадка, которая, по мнению жителей, уже давно непригодна для использования, по словам представителей администрации, будет обязательно включена в план благоустройства. Также на встрече обсудили и другие вопросы. Есть вопрос также расселения аварийного жилья у улицы Вольгинский, дом 47. Там у нас тоже ситуация непростая. Четыре квартиры находятся в собственности, а остальные восемь квартир муниципальные. То есть тоже перекрыть и закрыть все и под снос нельзя. Надо решать вопрос с собственниками жилья. Этот вопрос тоже был поднят жильцами. Как подчеркнул депутат Гаджимурад Гаджимурадов, такие выездные встречи вызывают у жителей большой интерес. У людей появляется возможность напрямую рассказать руководству муниципалитета о существующих проблемах, задать волнующие вопросы и выступить с предложениями. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.